К чему могут привести ошибки в учебно-исследовательской деятельности при работе со смесями по условиям учения к пожару? Как ликвидировали возгорание в ВИАДГУ, расскажет Милана Поварницына. В лаборатории общей химической технологии была допущена ошибка при работе с реагентами, что привело к пожару. Работники попытались локализовать очаг возгорания и включили ручной пожарный издящатель. В это время сработала система оповещения людей об эвакуации. Примерно через 6 минут после сигнала тревоги на место прибыли пожарные расчеты, которые приступили к разведке и тушению возгорания. Конечно, это имитация пожара, чтобы студенты и преподаватели научились правильно вести себя в экстренных ситуациях. Такие учения по пожарной безопасности стали уже доброй традицией. Я очень надеюсь, что никогда в жизни не пригодятся те навыки и те знания, которые приобретают сотрудники университета и студенты в процессе таких тренировок. Но для того, чтобы так было, мы должны быть готовы и технически, организационно, методически и, самое главное, психологически. Пожар – это неконтролируемый процесс горения, причиняющий материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей. И только слаженные действия служб медицины катастроф, городского поисково-спасательного отряда и сотрудников МВД и МЧС, которые прибывают на место, помогут спасти ситуацию. Но безопасность людей при пожаре во многом зависит и от каждого из нас. Как ни странно, важную роль играет моральная составляющая. Не поддаваться панике, сориентироваться в ситуации и найти ближайший выход из здания. Если вы не можете выйти отрезанным дымом огнем, значит, нужно открыть окно и, так скажем, заявить о себе, звать о помощи, ни в коем случае не прыгать, потому что пожарные приедут и окажут необходимую помощь. На этот раз время тушения пожара и эвакуации заняло всего 8 минут. Полторы тысячи человек были выведены из здания. Тем студентам, которые оказались отрезаны пожаром от путей эвакуации, помогла пожарная техника. Из горячего здания человек может эвакуироваться самостоятельно. Для этого используется пожарная люлька, лебедка или лестница. С помощью нее он может спуститься с самого верхнего этажа вниз. В итоге первокурсники были спасены и поняли, как надо вести себя при пожаре. А те, кто постарше, еще раз вспомнили алгоритм действий. Все легко, конечно, сейчас прошло на учении, но в жизни я не могу себе представить, как это будет. Но, естественно, как по инструктажу, надо будет сохранять спокойствие, вещи лишние нельзя будет с собой брать. Нужно будет спокойно следовать инструкции и идти за преподавателем. Есть план эвакуации. Мы, в принципе, знаем, потому что на каждом этаже есть этот план. И мы знаем запасные выходы и обязательно все будем эвакуироваться именно по ним. И можно с уверенностью сказать, что в случае настоящего пожара студенты Вятского государственного университета сумеют справиться с ситуацией. Милана Поварницына, Игорь Охотников, Вести, Кировская область. Игорь Охотников, Вести, Кировская область.